Не хотел снимать видос по теме культиватора, потому что, в принципе, все рассказал зимой. Но в последнем видео про плод кто-то из зрителей увидел, как я пропахал наш огород на доме. И написали, типа, когда ты покажешь нам машину-то, культиватор этот свой. Сейчас еду к родителям. Много уже по этому культиватору было всяких разных у меня движений, потому что я, ну, буду честен, я немножечко колымил. И буду честен второй раз, и я в этом году уже его оправдал. То есть сумму, которую я на него потратил, я ее просто уже заработал. На нем же. Поэтому вещь очень полезная. И вот такие стартапики колхозные я буду брать, наверное, не раз и в видосах вам показывать. За время моих работ с культиватором у меня были незначительные огрехи. Немножко начали раскручиваться болты, их подтягиваешь. Ну, вот сейчас сегодня я их подтяну, потому что заметил, что они раскрутились местами. Это болты на фрезе. И второй момент, который заметил, это то, что фрезуха хочется наточить. На остальные моменты я вам, конечно, сейчас в видосе прямо рассказывать буду и показывать. Основное это, наверное, буду показывать, потому что все очень просто. Все очень просто. Так, единственная проблема, что от долгой эксплуатации, а так как я уже прошел несколько участков на этом колыме, друзья, раскручиваются немножко болты, приходится их подтягивать. Но это, в принципе, не сложно. А может, это и просто я в первый раз не дотянул. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да, еще момент, который не уточнил, братцы. Наточил фрезы, чтобы лучше работало. Вот, то есть это я уже сам допы доделал, подточился. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, все, выключаем бензонасос и закрываем бензобак. Работа выполнена. Отлично, работа выполнена, парни. Чуть получается 5 соток огорода и здесь примерно, ну здесь вообще мало. Ну, считай, на полтора бака, наверное, да, не больше. Теперь пробежимся по нашему огороду, друзья. Короче, вот это все было спахано, первое. И второе, это за оградой я сделал под газон. Вот, то есть вот на этом всем я начинал свою учебу. Ну, поначалу, конечно, было тяжеловато. А потом я понял, что все очень просто, даже и легко. Фух, ну что могу сказать, друзья. Работа сделана очень даже быстро. 5 соток были сделаны буквально там за полтора часа, наверное. Ну, полтора, может. Да полтора, не больше. Я работал не больше. Ну, в вашем случае вообще 5 минут. Из моментов, которые могу сказать точно. Смотрите. На второй скорости пробовал и в видосе вы видели. Я там даже поставил, где была вторая скорость, где первая. Хочу сказать, что в большей степени на подготовленном грунте я включал вторую скорость. Когда я работал с твердым грунтом, то включал первую скорость. И то и то мне очень понравилось. На второй скорости, конечно, он работает очень бодро. У него прям земля взлетает выше брызговиков. Как я уже говорил, фрезы я подточил. Стало меньше наматывать на себя дерна. Фрезы стали его кромсать и меньше его наматывать. Из минусов увидел только один момент. Как бензобак не закручивая, от этой постоянной тряски бензин просачивается. И появляются некоторые пыльные разводы на баке. Это из минусов, могу сказать. По каким-то моментам, что что-то открутилось, отвалилось или сломалось. За время моей работы, а поработал я уже немало. Никаких происшествий не произошло. В общем, масло я поменял где-то уже 25 часов назад. Потому что после 5 часов работы была откатка и первая замена масла. И сейчас второй раз буду менять буквально скоро. Не хочу сказать, что оно сильно грязное. Не хочу сказать, что оно куда-то тратится. В этом плане вообще проблем нет. Короче, цена вопроса тоже копейки. Надо немножко отдохнуть и приступим мы к продолжению нашей работы по плоту. Скоро мы поставим мотор, поставим кают-компанию, сделаем второй этаж обслуживаемый, крепление под спиннинги и так далее. И будет очень круто. Поэтому оставайтесь с нами. И еще один момент. Помните ракету, эту баллистическую межконтинентальную ядерную ракету, которую я привез себе на участок? Из нее мы тоже скоро с вами сделаем бассейн. Поэтому, я думаю, вдвойне приятнее будет вам подписаться, чтобы просто не пропустить эти видосы. Все, я был рад вас видеть. До скорых встреч. Увидимся прям буквально через пару дней. Все, пока, пока, пока.